Просто, так сказать, из интереса общего развития, то, значит, вы сегодня будете вот эту тему слушать. Значит, как я это вижу, я думаю, что вы можете меня дополнить, мы потом сделаем дискуссию и обсудим это. Как мне кажется, основные категории клиентов ПНИ с проблемами в речи, да, это инвалиды с рожденными проблемами, которые перешли из ДТИ, неговорящие так называемые люди или плохо, или малоговорящие по разным причинам. Там множественных нарушений, цибельного пролеча и так далее. То есть умственных проблем, просто того, что там с ребенком мало разговаривали, и он поэтому не развил речь и стал взрослым. То есть разные могут быть тут, но это как бы переход из учреждения детского. Но кроме этого, конечно, в ПНИ есть другие клиенты, клиенты, которые попали туда из-за каких-то проблем со здоровьем, и которых судьба привела в психомирологический интернат. Это афазии, которые возникают у нас после инсульта. Это деменция, это, собственно, да, тоже прекрасно понимаете, о чем идет речь. Здесь же болезнь Альцгеймера, то есть люди, потерявшие память, соответственно, очень часто страдает и речь. Болезнь Паркинсона и в том числе очень много разных психических заболеваний, нарушений, которые часто сваливаются в такую диагностическую помойку у нас с вами. Шизофрения, мутизм, кататония и так далее. То есть кто теряет речь. Ну и другое, да, я оставляю здесь возможность еще на эту тему добавлять, может быть, что-то, но, во всяком случае, это еще, может быть, разные причины. В чем... Ну, ладно, пускай так будет виднее, мне просто что-то дальше показывать. Важность коммуникации, в чем она, собственно, да, мы привыкли говорить, что речь важна, да, и когда без речи, то плохо. Вот, но если говорить о том, что речь у этих людей, взрослых людей, про которых мы говорим, мы ее все равно не вызовем, и она не вернется к человеку, скорее всего, да, то есть он либо станет молчащим, либо у него будет возможность как-то вступать в коммуникацию, что-то в этой жизни, ну, пытаться с помощью коммуникации действовать. Так вот, ну, как-то мы говорим, речь хорошо, без речи плохо, коммуникация хорошо, без коммуникации плохо, да, ну, вот почему плохо, вот давайте внимательно посмотрим на этот слайд, потому что мне кажется, он очень важный, потому что он просто основополагающий. Посмотрите, вспомните своих клиентов неговорящих и представьте себе себя неговорящим, да, длительное время и прочитайте вот эти вот пять слов, да, они, несомненно, ну, вам откликнутся, да, что с человеком, который не может выражать свои интересы, не может защищать себя, не может выражать свои смыслы, получать обратную связь на свои смыслы, у него есть угроза дискриминации, он попадает в депрессию однозначно, да, и мы видим много таких людей, которых нам кажется, да, они уже не хотят ни о чем говорить, но с ним к стенке лежат, просто молчат, ничего, у него депрессия, говорит нам, психиатр приходит и, значит, ну, или мы загоняем его, может быть, какими-то еще средствами дополнительными, если он был очень агрессивным, мы что-то делаем, чтобы он оказался в другой стадии, соответственно, он пассивный, он зависимый, и отсюда, конечно же, проблема самооценки, потому что человек, который не может выразить себя, он, соответственно, получает соответствующую обратную связь, потому что он дурак, ну, говорю грубо, но правда, и вот у этого всего есть выход, ну, не из всего есть выход, ну, вот есть такая вещь, извините, что тут по-английски, но просто, значит, ну, ситуация такова, что это пришло к нам, конечно, мы не сами это придумали, конечно, в России всегда было из-за глухих, всегда была азбука лорма, так называемая, да, но, тем не менее, там даже язык Брайля, он тоже, так сказать, изобретен не в России, поэтому это все стало приходить к нам из Запада, из Европы, из США, там, где гуманизм по отношению людей с инвалидностью на несколько шагов вперед у нас идет, да, вот, и поэтому вот это, что внизу написано, alternative and, augmentative and alternative communication, это аббревиатура AAC, сейчас мы стали использовать уже по-русски какое-то время, когда это сюда, ну, это течение, да, направление развивается и здесь, как технологии, мы стали называть это ADK, а альтернативная дополнительная коммуникация. Смысл в чем? В том, что это, видите, здесь все прилагательно перечислены, дополнительная, тотальная, расширенная, углубленная, усиливающая коммуникация, то есть все, вот, альтернативная, то есть усиливающая, это здесь, вот именно важность в том, что мы не заменяем, а дополняем речь, то есть если, дальше это будет на слайде, то есть если люди нуждаются в том, чтобы не обязательно заменять речь, а дополнять это тоже очень важно. Ну, как мы с вами вот жестикулируем, мы, собственно, дополняем свою речь коммуникации, невербальные коммуникации. И так вот чуть-чуть, прямо совсем чуть-чуть такой вот теории, типа, чтобы вы понимали, о чем речь, я думаю, что вы уже догадались, да, что в основе системы дополнительной коммуникации многоканальность, так называемая, что у нас коммуникация приходит по разным каналам. Мы привыкли, что речь – это вот вербальное, это то, что мы производим, так сказать, своими органами артикуляции, с помощью слуха воспринимаем, с помощью органов артикуляции, так сказать, выходит это наружу, да, с помощью звука, голоса, вот. Ну, вообще процесс продуцирования речи – это достаточно сложный процесс, да, он очень такой многосторонний, многогранный, именно так, потому что нам нужно породить речь, породить этот смысл, да, знать, о чем говорить, да, это связано очень с когнитивным нашим уровнем, да, развитие с памятью, с вниманием, ну, плюс к тому тут задействованы очень органы мелкой артикуляции, мелкой моторики, да, и если у нас эта мелкая артикуляция во рту чем-то страдает, то у нас получается речь какая-нибудь смазанная, да, дезартричная, если у нас есть какой-то парэс или паралич, то она может вообще быть анортричной, так называемая, да, анортрея, когда человек вообще, он как бы знает, что сказать, но не может, из-за того, что вот эта мелкая оральная практика, так сказать, он пострадал, поэтому, поэтому оно, если знать, так сказать, что ты все-таки хочешь что-то выразить, а сам оральный практик или голос страдает, то у нас есть еще масса возможностей для того, чтобы выразить то, что ты хочешь выразить. Это сейчас я имею в виду, что мы знаем, что сказать, и хотели бы про это сказать, да, у нас есть жесты, мы жестикулируем активно с вами тоже в жизни, помогая себе, когда мы там стоим, провожаем кого-то за стеклом вагона, да, мы можем жестикулировать человеку, который нас не слышит, но видит, очень много всякой информации, что мы обычно и делаем, да, через окно там и так далее, у нас только такие условия поставь, мы быстро жестами выразим, что мы хотим сказать, да. Есть еще разные системы, которые, собственно, вот так называемые визуальные, пиктографические, здесь вы видите такую систему близ, написано внизу, тут такой вот «я люблю тебя», вот видите, вот как иероглифы выглядят, это очень такая запутанная система, ну, она, скажем, такой сложный дополнительный язык, очень интересный, сейчас о ней не будем говорить, я просто про то, что очень много существует разных способов выразить себя, и в том числе вот похожий на японский язык иероглиф такая система близ, но она будет непонятна, вот вам непонятно, я бы сказал, что это значит, тогда вы поняли, ну, вот, например, система визуальных, вот, картинок, которые видите наверху, это черно-белые, вот, билдинг-здания, да, черно-белая пиктограмма, так называемая, ну, нас окружает пиктограмма, все, сейчас и дорожные знаки, и всякие разные инфографики, которые нас окружают в магазинах, и особенно сейчас в компьютерах, в наших гаджетах, мы все пронизаны, сейчас век, когда как раз инфографика вошла в жизнь больше обычных людей, гораздо больше, чем раньше, да, поэтому нам всем это знакомо, увидели какой-то символ, нажали, смайлик нажали, чувства выразили с помощью смайлика, сейчас стало легко, доступно, масса смайлов нам предлагается, все это, в общем-то, альтернативная коммуникация, да, мы не объясняем и не пишем, что мы там чувствуем, просто посылаем смайлик, ну, так вот, значит, вот, трудятся для этого художников очень много разных художников для того, чтобы четко, ясно, несколькими, так сказать, с несколькими подробностями и малым количеством деталей, потому что есть люди, которым трудно воспринимать много деталей, вот, трудятся над этими всеми картинами. Вот пиктограммы – это один тип, да, есть еще вот такие picture-signals communications, вот видите, черно-белое изображение, один человек одевает другого, одевать, да, это глагол, одевать – одеваться. И таких тоже, видите, что он очень понятный, очень ясный, мало деталей, все понятно, все выделено цветным, что это именно на этой майке, которую одевают, что это кто-то кого-то одевает, что это пассивный залог, то есть все в минимальном количестве деталей выражено, да. Кроме того, конечно же, фотографии тоже могут служить дополнительными средствами коммуникации, да, когда мы предлагаем человеку, например, выбор на завтрак, что он будет там, кашу или йогурт, мы можем показывать фотографии, не обязательно это картинки, это могут быть фотографии этой еды, да, и человек в состоянии совершить какой-то выбор. Обратите внимание, вот, это очень важно, да, и для, особенно для тех, кто проживает в учреждениях, да, иметь постоянно какие-то возможности, каких-то выборов, чего часто абсолютно лишены люди живущих в учреждениях, ему дают одно и то же, одно и то же, одинаковое что-то там на завтрак, обед и ужин, его ведут туда, куда его ведут, да, и тогда коммуникация, получается, в принципе, не нужна. Коммуникация начинает быть нужна, когда у нас есть выборы, когда есть какие-то возможности, и вот внедрение, так сказать, минимальных выборов, которые никак не ограничат ваши, так сказать, возможности надзора, там, да, и контроля, и опеки, да, минимальные выборы дают возможность человеку, ну, грубо говоря, повысить свою самооценку, потому что они хоть что-то могут в этой жизни выбирать, и вот как раз, особенно объекты-посредники, миниатюры, фотографии, они как раз могут этому способствовать. Объект-посредник – это то, что, например, человек, ну, с нарушениями носит на своей, все на поясе какие-то брелки, предположим, которые нечто обозначают, ну, например, ложка, и когда он там показывает ложку, значит, он идет есть, да, или эти, не обязательно, они на поясе, они там могут, они где-то висеть, да, если человек не воспринимает, может быть, картинку, зато он может потрогать ложку, и это будет значить обед, потрогать ключ, и это будет значить, что он хочет на улицу, или, там, в спальню, или, там, переодеться, там могут висеть какие-то, там, объекты из одежды, ну, то есть это все, обратите внимание, здесь важно не что мы показываем, а что мы имеем возможность это показывать, да, потому что возникает совершенно другой, ну, способ бытия, когда я могу что-то выбрать. Ну, и вот следующий, значит, такой тоже, ну, важный момент, что бывает альтернативная коммуникация, так называемая, зависящая из вспомогательных средств и независящая, ну, независящие, прежде всего, это жесты, это вниз наши руки, это, по сути говоря, картинки, которые мы можем нарисовать, начертить, там, вырезать, показать, да, вот, и вот видите здесь, да, то есть это фотографии, вот, жесты, картиночки разные, да, вот, наклеенные на фартушке, это мы все, собственно, без, вспомогательные средства имеется в виду без технических средств, но так как мы живем с вами в век очень серьезных изменений в технических, да, прорывов, то, соответственно, даже вот этот слайд, он, по сути, у меня уже устарел, да, что есть вспомогательные, а, сейчас, я секунду, я вам не то показываю, значит, я этот слайд не пропустила, что есть, есть, есть еще, ну, просто не сделала этот слайд, или он мне где-то ускакал, да, что есть, собственно говоря, вот технические средства, вот это одно из таких средств, которые для ДТИ, я думаю, хорошо знакомо, уже многие это купили и пользуются, это так называемые коммуникаторы, да, это самые простейшие такие, что называются, диктофоны на одно сообщение, вот внизу, видите, кнопки, такой диктофон на одно сообщение, куда можно записать любое сообщение короткое, да, нет, не знаю, хочу, принеси, там, или хочу в туалет, я устала и так далее, все что угодно, да, потому что они, да, вкладываются картинки, каждый раз можно заново новое записать, вот, а это вот такие диктофоны на одно сообщение, но сведенные вместе в один аппарат, когуток 4, когуток 20, то есть там вот когуток 20, там как бы 20 диктофонов на одно сообщение, да еще и 5 слоев, то есть там можно записать по 20 выражений, плюс дальше наверху это функциональные слова, всегда одинаковый этот ряд, и на разные ситуации туда закладываются 5 слоев, то есть получается 20 умножить на 5, это 100 разных ситуаций, вот в такой угол ток складывается, это простейшие штуки, они, в принципе, достаточно устойчивые, только если их сильно бить, они разобьются, а так они, ну, в общем, такие пластиковые, можно носить с собой и так далее, то есть человеку можно это дать, продумать, как он будет этим пользоваться и предоставить ему эту возможность. Ну и кроме того, конечно, это вот всем известные сейчас уже гаджеты, планшеты, таблеты, телефоны, айпады, вот и так далее, то есть, ну и, соответственно, ноутбуки тоже, это я специально проскочила, чтобы показать вам уже технические средства. Ну и, соответственно, как это может быть все организовано, уже немножко сказала, но можно еще посмотреть, да, то есть это карты для указывания, да, это может быть указание взгляда, да, коммуникативные доски, альбомы, кармашки, схемы, рамки для указывания взглядов, коммуникативные паспорта, карточки для знакомства, речевые аппараты, которые я тоже показала, и компьютерные программы. Вот это важная очень еще тоже позиция, от которой важно остановиться, что у человека могут быть разные потребности в альтернативной коммуникации. Это может быть использовано как средство только для самовыражения, то есть только для того, чтобы выразиться. Человек все понимает, но у него, например, проблема с голосом, и ему, он все слышит, понимает все, у него все в порядке с интеллектом, но у него есть проблема с выражением, она артрея, например, серьезная, и он использует это для самовыражения, чтобы донести свою информацию к другому. Это может быть использовано как для выражения, самовыражения, так и для понимания, то есть люди, например, с нарушениями типа Альцгеймера, деменции, умственными какими-то проблемами врожденными, они нуждаются в том, чтобы восприятие речи, так называемой коммуникации, проходило медленнее, с опорой на еще какие-то символы. То есть мы говорим, видите, я же говорю быстро, так как у вас все в порядке с восприятием, вы меня быстро понимаете. Если бы сейчас сидели люди с какими-то проблемами восприятия, мне бы надо было начертить, показать, повторить несколько раз, продублировать, вот эту многоканальность обеспечить. И тогда я бы вам, ну сейчас я не буду, потому что у меня, собственно говоря, не все видите, показывать что-то для того, чтобы все сопровождать, например, жестами, или все сопроводить картинками, или повторить еще раз. Поэтому для понимания альтернативная коммуникация тоже очень важна. И этим не надо пренебрегать. То есть не то, что мы дали человеку, мы теперь выражающие. То есть для того, чтобы он даже нас понял лучше, нам нужны эти аппараты. И мало того, для того, чтобы он понял, как ими пользоваться. То есть если мы сами говорим и показываем что-то с помощью картинок на доске, то человек понимает, что он тоже может так сделать. Человек с афазией. Я, например, говорю с ним и показываю. И это значит, что человек тоже может этим воспользоваться в следующий раз. Ну и последнее, да, это альтернативная коммуникация, как самовыражение и понимание в определенных ситуациях. То есть иногда человек может высказаться в какой-то ситуации, когда он сильно нервничает или публичное выступление, или там, где есть кто-то, кто его хорошо понимает, например, близкие родственники или его соседи по палате, по комнате, а есть вот, он пришел к врачу, там его плохо понимают. И тогда ему нужны альтернативные средства. Ну вот тут еще раз про пиктограммы. Просто вы можете здесь увидеть, какие они выразительные. Как много и серьезно над ними работали художники. Их нельзя понять двусмысленно. Да, да, это значит, если человек устал, видите, вот здесь, то он прямо вот там изображен уставшим. И это усталый человек. Вот все показано так. Посмотрите, это же не так просто вот прям показать, что это человек, у которого уже все, у него руки опустились, ноги опустились, голова опустилась. Это усталый человек, да. И фактически вот я не хочу, да, I don't want to. Я не хочу, человек буквально убегает от этого. Есть еще несколько изображений, не хочу, но тем не менее, вот очень важно понять, что это такие символы, которые понимаемы, они понимаемы без специальной практики, без специальной тренировки. Что обычно выражают средства альтернативной коммуникации? И, например, люди, которые в каких-то условиях живут, чтобы они могли лучше выражать себя, о чем речь, круг понятий, так называемые. Да, это, конечно же, потребности человека, да, потому что им иначе им не выразить. Мы знаем по детским домам, интернатам, что вообще выражающиеся потребности дети, они не очень сильно, так сказать, ну, их, конечно, видят, что они активные, да, но часто очень они неудобные, потому что они бегают, да, и говорят, хочу, хочу, дай конфетку, дай конфетку. То есть они выражают одну часто потребность, что они приходят хотеть есть или обнять, или поздороваться, да. И нам такие дети надоедают, мы их учим и говорим, так кто-то поднял руку, но это случайно подняли руку или хотите что-то сказать? Давайте потом будем обсуждать. Это, наверное, кто-то тренировался, так сказать, в реакциях. Вот, значит, и вот поэтому нам важно давать человеку обозначать не только такие потребности просто во внимании, потому что часто люди, живущие в учреждениях, они действительно очень нуждаются во внимании. И так как у них очень маленький круг выражения, они могут хотеть либо обниматься, здороваться, либо конфету, ну, или там что-нибудь, включить телевизор, да. Чем больше у человека возможностей выразить свои разные потребности, тем больше мы изучаем эти потребности, интересы людей, да, тем шире их возможность выражаться, тем в более спокойном состоянии находятся они и, соответственно, мы. Они нам не надоедают, они могут, у них есть большие таблицы с потребностями, что-то рассказать нам, показать, да, а не только требовать конфету или обниматься. Вот, ну, сюда относятся, конечно, важные люди, важные события в жизни людей, когда они могут нам что-то рассказать про свою жизнь, да, и туда могут, не знаю, быть поход в лечебные мастерские, это уже важным событием в жизни, и это как-то закодировано, и кого-то встретил сегодня во дворе или в ванной, это все события, да, наиболее привычные действия. Потом очень важны являются такие слова, как «еще и достаточно», да, которые мы обычно вообще не даем возможности людям там затребовать что-то еще, либо же остановить процесс, сказать там «я устал», «мне хватит», вот, либо «я хочу повторение», да, «я хочу еще сока», «еще качаться», «еще, чтобы меня обняли», там, и так далее, или, то есть много чего, и это очень важные слова, важные слова, то есть вспомните ваших личных детей, то, а еще одно из первых слов, там «дать», «еще» или «не хочу», да, «хочу», это одно из первых слов человека вообще, вот, поэтому именно, вот, собственно, эти потребности, они никуда не уходят, они остаются с человеком пожизненно, до самой смерти, «хочу» или «не хочу» чего-либо, вот, соответственно, здесь же выражение эмоций, чем богаче у нас диапазон эмоций, тем богаче мы сами, по тем же самым смайликам в WhatsApp, в Skype, в этих самых наших с вами в соцсетях, в ВКонтакте, для этого очень стараются программисты сейчас, чтобы мы имели возможность самовыразиться по полной и запали на эти, так сказать, средства, и мы западаем на них, мы выражаем все больше, все больше разных эмоций, и мы смотрим, о, еще и такая эмоция, смотри-ка ты, а, пожалуй, действительно, я испытываю сейчас вот этот вот, голос один закрыт, значит, сощурен, там, волосы дыбом, пожалуй, это моя эмоция, пошлю-ка я сейчас своему, значит, абоненту, корреспонденту, вот это чувство, и это как раз то самое, да, мы меняемся эмоциями, представьте себе наших людей, запертых в коммуникативном, так сказать, вакууме, которые не могут выразить даже простейших, они только могут улыбаться, либо же печалиться, либо обниматься, да, когда мы им даем возможность выражать разное, они, естественно, становятся богаче и умнее, грубо говоря, так же, как и мы. Пожелание, да, да, нет, оценка, описание, тоже, да, нравится, не нравится, люблю, не люблю, ну, и, соответственно, вопросы можно задавать, это уже сложнее гораздо, но, тем не менее, это тоже может быть. Здесь мы проскакиваем, вот, но это одна из таких типичных коммуникативных досок, которая может быть как просто плоскопечатной, когда она не звучит, да, например, мы просто показываем, а она может быть озвучена, если она где-то в гаджете вставлена, вставлена в коммуникативном планшете, в бутоке, то она может быть озвучена, вот, некоторым важно, ну, то есть многим людям важно прозвучать, да, одно дело там просто потрогать, чтобы тебя поняли, а другое дело прозвучать, дать звук, да, выразить себя голосом, хоть не своим, но голосом, вот, еще хочу становиться немножко совсем, вот на таких, это как бы относится, не напрямую к альтернативной коммуникации, но, собственно, она, это, эти вещи, которые тоже используют символы, очень помогают жизни, да, вот такие вещи, как структурирование, да, мы с помощью символов сейчас структурируем день, структурируем жизнь, мы сами с вами все практически, да, имеем какие-нибудь ежедневники, ежедневники, расписание, наши дети вешают, мы вешаем им расписание, там, дня, да, мы структурируем себя, там, не знаю, вешаем себя на холодильник какой-нибудь, там, какая у нас диета, или на ночь не жрать, или что-нибудь в этом роде, мы таким образом, да, пытаемся структурировать себя с помощью символов, с помощью картинок, с помощью слов, но с помощью каких-то расписаний, так вот, подобные вещи, конечно, тоже очень важны для людей, особенно, когда восприятие нарушено, с помощью картинок, это тоже важно, последовательность некая, будет сейчас одно, потом другое, потом третье, с помощью этой схемы можно планировать и можно вспоминать, обратите внимание, мы сразу имеем дело не только с настоящим, но и с прошлым, и с будущим, потому что здесь есть линия, линия развития, здесь есть, мы смотрим, это есть сейчас, а вот это было, а это будет, а вечером можно вспомнить, что было, можно подумать, нравится это или не нравится, что из этого попало, не попало, что сюжеты эти состоялись, ну, здесь вот такая просто обычная схема дня, но это же, может быть, схема, помните, выходного дня, схема какой-нибудь, вот здесь, например, тоже, да, у нас есть схема, схема выпечки, инструкция рабочая, одно дело, одно дело, я просто зову человека в кухню, говорю, сейчас мы с тобой будем плены печь, я тебе покажу, как, а другое дело, сначала покажу ему, первый шаг, второй, третий, четвертый, он сам перевернет, сам посмотрит, сам обозначит с помощью символа, сюда же относятся всякие разные схемы, по складыванию чего-то, чему-то, которое прикладывается часто к игрушкам, первый шаг, второй шаг, третий шаг, да, сейчас это рисуют нам на разных рецептах, каш, там, первый шаг, второй шаг, третий шаг, и это тоже очень важно, это можно сфотографировать, укрупнить и сделать это из этого альтернативную коммуникацию, да, даже как кашу варить. Ну, вот эти вещи очень тоже важны, это, скорее, здесь не альтернативная коммуникация, но тоже, как бы, жизнь во времени, жизнь в протяжении, это очень важно для людей с аутизмом, с какими-то психическими проблемами, для того, чтобы уметь ждать, уметь планировать, да, здесь есть, вот видите, визуальное обозначение времени, мы не видим, как, не очень видно, да, как стрелка бежит, если особенно нет секундной, но мы видим, как песок течет, да, мы видим, как вот переменяется вот этот вот квадрат, да, то есть это все для того, чтобы человек мог лучше себя чувствовать. Ну, вот, как вы видите, просто для примера, как выглядят очень большие схемы, как альтернативной коммуникации, все это может так выглядеть тоже, и с этим, в этом можно ориентироваться, это совершенно живая нормальная схема человека, вот, как, вот эта вот история о том, как выбрать, например, люблю или не люблю, тут можно с этим работать много, и в это можно играть, и приучать человека к символам таким образом, вот, есть вот о коммуникативном паспорте, вот то, что я говорила, какие потребности выражают. Человек может носить с собой такой альбом, либо это может быть один лист, либо много страниц, да, которая дает возможность человеку ознакомиться с новыми людьми, ходить по учреждению, заходить и говорить, что, знаете, вот у меня здесь вот такой мой паспорт, там, достань у меня его, он у меня здесь, здесь, например, в кармане, в коляске лежит, вот, и есть страница про меня, есть, возможно, про мою семью, про важных людей, про то, как лучше со мной разговаривать, про то, чего со мной лучше не делать, с чем мне нужна помощь, с чем мне не нужна помощь, к примеру, да, потому что мы знаем, что часто людей с инвалидностью, да, обслуживают какую-то помощь, у них спрашивают, что нужно, и они сами, главное, перестают задумываться над тем, что они могут сделать без помощи, помощь, к примеру, а это тоже очень важный момент, медицинская информация какая-то, да, какие могут быть проблемы, если человек, как бы, один, да, путешествует, или даже идет к врачу, которого не знает, да, не знаю, на что у него аллергия, или что-то в этом роде, вот, ну, вот, тут очень важно, да, чего я люблю, чего я не люблю, но для этого надо как-то понимать, что люблю, что не люблю, вот, перед вами два листа, это переведенный когда-то с английского языка, такое мы-то пытались распространять в медицинских учреждениях, и видите, это карта общения с пациентом, то есть, если с нарушениями речи попадают, любые, да, хоть с инсультом попадают, приемный покой, иногда лишены речи, лишена возможности рассказать о чем-то, либо же они из ПНИ попадают в больницу, да, а у него уже есть возможность, вот, специальная разработанная система, это мы подробно можем сейчас не рассматривать, но я вам эту презентацию могу предоставить, вы можете отсюда все это взять, вырезать, вот, и то же самое, да, карта общения с пациентом, все про боль, все про потребности, про количество времени, про то, как болит, с чем проблема, да, какая боль, режущая, колющая, тяжелая, пульсирующая, все вот это можно постепенно выяснять, вот, ну, и вот, напоследок, хочу просто вам показать чуть-чуть, есть несколько программ таких вот, которые вы можете скачать на свой гаджет, например, одно из них называется Ладмиток, тоже будет все в презентации, вы посмотрите, да, а другое, например, «Пойми меня» и такая русская программа, вот, сейчас просто вам, запущу ее, чтобы вы увидели, прошу прощения, сейчас на секундочку, остановлю демонстрацию, ее заново включу, чтобы вы могли увидеть, увидеть, сейчас, секунду, примерно как работает это приложение, и надеюсь, что она запустится со звуком, пока она загружается, может, здесь какие-то вопросы, включайте микрофон, спрашивайте или комментируйте, а, ну, сейчас, по-моему, уже пойдет загрузка, просто, видимо, такая нагрузка из-за того, что Zoom, может быть, есть вопросы, пока загружается, включайте микрофон, и комментируйте, говорите, так вы представляетесь. Что, что? Многие коллеги просят, чтобы вы направили презентацию, и, так как, не все коллеги, и все, что, вот мы ее просто выложим на сайте, тогда пришлете. Хорошо, да, я вам пришлю, а вы можете выложить, хорошо. Ну, вот, смотрите, да, чуть-чуть у меня вроде загрузилось, видно, да, сейчас? Да, видно. Ага, ну, вот я включаю, вы немножко увидите, как работает приложение «Пойми меня», которое скачивается просто в ваш телефон. Звук слышен? Да, слышно. Слышно, да? Ну, я долго не буду крутить, потому что все это тоже есть, вот вы видите, просто примерно вы поняли, о чем идет речь. Ну, и последнее, что я хочу вам показать, сейчас, секунду. Еще раз я включу свою презентацию, предваряя следующее выступление. Следующего докладчика. Не знаю, звук, я надеюсь, что тоже будет слышен сейчас. Слышен звук, нет? Есть, да? Ну, как, мама справилась? Да. Похвалим маму? Похвалим маму, скажем. Хорошо. Ой, маме, как мне приятно. Теперь вот это, поднесем. Мама, сядь. Мама, сядь. Мама, беги. Мама, встань. Молодец. Теперь, мама. Мама, да? Мама, беги. Опа. Молодец. А теперь скажи, чтобы она остановилась. Мама, встань. Где мама стоит? Мама, не встала, беги. Скажи, мама, встань. Мама, беги. Стои, мама. Что у него? Мама, сжимайся. Мама. Мама, встань. О, спасибо. Теперь, Вика. Вика. Не уйти? Пока. 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 Вика. 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 Ну вот, на этом я оставлю демонстрацию. И я, видите, как вот мальчик, которого зовут Ваня, которому тогда было два года, вот он так осваивал литеративную коммуникацию и звал меня. Сейчас я могу вот точно так же сказать Ваня. И Ваня придет, и он наш следующий докладчик, коллеги. Прошу, пожалуйста, любите жаловать Иван Бакаидов. Я уже не знаю, как тебя, Ваня, представлять. Программист, общественный деятель. В общем, сам расскажешь. Я передаю слово Ивану Бакаидову. Здравствуйте. Напишите мне в чат, если слышите меня. Коллеги, просто можно плюсик поставить. Чат. Все нормально, все слышат. Я Иван Бакаидов, представляю вам проект Линка, который помогает людям без речи коммуницировать с окружающими их людьми с помощью программ, которые используют синтезатор речи. Собственно, лучшей демонстрацией проекта являюсь я сам. Вот немного информации обо мне. Я Иван, мне 22 года, у меня ДЦП, гиперкинетическая форма, дезортрия. Я довольно неуверенно хожу и совсем непонятно говорю. Люди понимают только, когда я говорю матом. Думаю, вам это знакомо. Но для нормального общения я использую альтернативную коммуникацию. То есть я полностью общаюсь при помощи устройств. Чуть позже я расскажу, какие именно программы использую. Но сейчас давайте посмотрим ролик про то, как я хожу в магазин. Он прекрасно иллюстрирует мою жизнь. Я его включил. Использование звука компьютера не забыть там, да? Знаешь? Коллеги, кому не видно Ивана, вы можете себе сделать, чтобы его было видно крупно, вид докладчика. Там у вас сбоку есть режим галереи и режим докладчика. Можете поставить режим докладчика, и тогда Иван будет крупно, а вы все мелко. Продолжение следует... Ой, Иван у нас вывалился нечаянно. Сейчас мы его впустим обратно. Случайно что-то ты выпал. Ага, вот. Продолжение следует... Сладко. Сладко. Я езжу в магазин и покупаю еду. В моем портале нет удобного магазина, поэтому я доезжаю на электроколиске до торгового комплекса в полутора километрах от моего дома. На входе я беру корзинку и ставлю ее на колени. Я могу сам брать товар из полок, но очень часто люди помогают это сделать. Покупаю в основном замороженную продукцию, так как живу один и ей мало, а она долго хранится. Покупки прошу сложить в пакет, который вешаю потом на спинку. Оплачиваю покупки при помощи смартфона, так не надо вводить пин-код, а достаточно пальца, а они у меня есть. Вот так все весело. На моей странице есть много роликов о моем быте, но сейчас я хочу рассказать об своих программах и поставлю еще один ролик. Он длинный, 20 минут, но и рассказывает обо всем. Здравствуйте, я Иван Бакаидов, и это цикл видео-лекций на тему помощи в развитии коммуникации для людей с проблемами речи. Этот курс делает проект «Линка» совместно с организацией «Наши дети». Данный ролик хранит в себе ряд инструкций по работе с программами «Линка». Все эти программы, а также другую информацию, можно найти на официальном сайте проекта linka.su. Если вам нужно посмотреть инструкцию для какой-то определенной программы, то перемотайте видео на ту минуту и секунду, которые указаны напротив обложки нужной вам программы. Привет! Это обучающее видео по программе «Линка смотри». «Линка смотри» — это программа, которая помогает коммуницировать людям с проблемами речи и двигательными нарушениями. Эта программа работает только на компьютерах и планшетах с Windows. Основной принцип программы в том, что она позволяет выбирать карточки. Карточки можно выбирать либо с помощью кнопок клавиатуры, либо с помощью джойстиком, либо айтрекером Тоби. В программу также встроен редактор карточек, который позволяет создавать свои наборы и обмениваться ими с другими. Это видео расскажет о том, как настроить программу, пользоваться ей, а также научит создавать наборы. Ролик будет разделен на три части. В первой части мы покажем, как установить программу. Во второй мы поговорим о настройке средства ввода. А третьей в части мы разберем создание своих наборов. Главное понимать то, что Линка смотри. Это конструктор, который разным сочетанием настроек дает очень большое количество вариаций использования. Часть первая – установка программы. Скачать установщик программы можно с сайта Линка совершенно бесплатно. Linka.su. После загрузки установщика, его надо запустить от имени администратора, и следовать указаниям инсталлятора, а точнее нажимать кнопку «Далее». После завершения установки надо нажать кнопку «Готово», программа запустится автоматически. Часть вторая – настройка программы. После запуска программы нам предлагают на выбор две кнопки – «Открыть набор» и «Создать набор». Мы откроем набор карточки. Его автоматически загрузил установщик в папку «Мои документы». На примере этого набора мы рассмотрим настройки ввода. Способ управления первый – управление при помощи кнопок клавиатуры. В этом режиме выбор между карточками осуществляется четырьмя кнопками вверх, вниз, влево, вправо, а также пятой, которая подтверждение. По умолчанию это стрелки клавиатуры и кнопка «Пробел». Вы можете назначить свои клавиши на эти функции. Для этого перейдите в настройки, кликните нужное поле и нажмите клавишу на клавиатуре. Вы можете назначить кнопки, которые расположены далеко друг от друга, для того, чтобы случайные нажатия не мешали друг другу. Также важно отметить, что в настройках можно отключить каждый из способов ввода. Второй способ выбора карточек – это выбор при помощи джойстика. Программа работает с любыми джойстиками, которые система Windows определяет как игровые геймпады. Принцип выбора карточек и настройки ввода не отличается от выбора с клавиатуры. Третий способ – это айтрекер. Как говорилось выше, программа работает только айтрекерами фирмы Тоби, включая самый дешевый Тоби айтрека 4C. Обращаем ваше внимание на то, что перед работой с программой трекер должен быть настроен и откалиброван под пользователя. Выбор карточек осуществляется очень простым способом, а именно удержанием взгляда на кнопки. При этом время задержки взгляда можно выставить в настройках. Четвертый, последний вид ввода, предполагает сочетание айтрекера и клавиатуры или джойстика. В этом режиме выбор нужной клетки осуществляется глазами, а подтверждение выбора происходит за счет кнопки либо на клавиатуре, либо на джойстике. Такой режим намного комфортнее режима задержки взгляда. Включить его можно, сняв галку нажатия взглядом с задержкой. Часть третья – создание своих карточек. Наборы карточек с озвучкой хранятся в файлах с расширением точка линка. Сейчас мы создадим набор на упражнение сопоставления слова и объекта. Мы нашли четыре картинки в интернете и сохранили их в отдельную папку. Вот – абрикос, мальчик, баклажан и рыба. Первым шагом запускаем программу и нажимаем кнопку «Создать новый набор». У нас открывается редактор наборов. В первую очередь мы решаем, сколько у нас будет строк и столбцов. У нас четыре карточки, у каждой будет слово, с которым надо соотнести. Значит, четыре столбца и две строки. Вводим и нажимаем «Изменить». Вторым шагом мы решаем, нужно ли ставить галочку «Добавлять текст без пробела». Эту галочку нужно ставить, если набор состоит не из целых слов, а из слогов или букв. Это не наш случай. Затем мы добавляем карточки. Для этого мы нажимаем кнопку «Добавить» и в открывшемся окне мы делаем три вещи. Вводим текст «Карточки». Выбираем файл с картинкой и жмем «Загрузить с Яндекс». Так добавляем все четыре карточки. Теперь надо добавить карточки с текстом. Мы будем их добавлять в перемешку для более сложной жизни. Для этого мы нажимаем кнопку «Добавить». Вводим текст, но изображение создаем при помощи соответствующей кнопки. Все, набор готов. Сохраняем его на компьютере и жмем кнопку «Пользовательский режим». Для использования этого набора можно включить в настройках галочку «Воспроизводить аудио с карточки при нажатии». Тогда подписи не будут попадать в поле ввода, а будут считаться сразу. Это все. Для этого скачать эту программу вы можете на сайте link.su, а задать вопросы на фидбэк собакалинка.su. Также у нас есть группа обмена опытом при работе с трекером. Вы можете делиться своими наборами. vk.com.tobi Привет! Это видеообзор набора обучающих игр «Линка. Играй». Этот набор предназначен для обучения детей управлению компьютером при помощи взгляда. Игры предназначены для детей с самым разным уровнем развития. Для работы игр нужен iTracker Tobii. Это устройство, которое крепится на экран ноутбука или же компьютера и передает программам точку взгляда на экране. Комплект игр работает с относительно дешевым Tobii iTracker 4C, который доступен в наших магазинах электроники. Он работает только с Windows. Чуть позже мы снимем отдельный ролик про него, где подробно расскажем о его работе. Игры комплекта делятся на четыре категории. Фокус на экране, управление кнопками, русский язык и математика. Соответственно, обучают этим навыкам. Все начинается с игры «Бабочки». Она учит пониманию того, что ребенок может влиять на мир. В той точке, куда ребенок смотрит, появляются бабочки. При этом ребенок награждается звуком порхания крыльев. Выйти из игры можно кнопкой «Эскейп». Вторая программа в категории «Фокус на экране» — это вспышка. На экране в произвольном месте появляется фигурка. При взгляде на фигурку она сгорает. Эта игра кажется очень простой, но для детей она является основой управления компьютером глазами. Из-за того, что фигурка одна и на черном фоне, ребенок точно будет смотреть на нее. Выход также осуществляется кнопкой «Эскейп». Следующий блок управления — он учит задерживать взгляд в определенной точке. Все дальнейшее управление компьютером будет строиться на этом навыке. Человек будет удерживать на кнопке взгляд определенное количество секунд, и кнопка будет нажиматься. Как раз этому навыку учит игра взорви шарики. Задача — удержать взгляд на шарики. Игра «Выбери такую же классическую игру». Ребенку надо выбрать такую же картинку, как указано наверху. Для этого ему надо удержать взгляд на одной из нижних кнопок, то есть нажать ее. Включи музыку. Еще один вариант управлять кнопками. Ребенку надо удержать взгляд на инструменте, и тогда он зазвучит. Игра «Сизиф» — необычная игра, она учит навыку косого взгляда. Задача игры — докатить шарик до финиша с помощью вентилятора. Вентилятор крутится, когда на него смотришь. Эта игра учит навыку удерживать взгляд в точке и при этом следить за экраном в целом. Это понадобится, когда человек будет набирать текст и следить за тем, что пишет. Категория «Русский язык» — игра «Выбери карточку». Звучит слово, и ребенку надо найти нужную картинку. И аналогичная игра «Выбери слова». Кстати, вы можете настроить количество карточек. Для этого перейдите в настройки. Апогей — это игра «Печать слов». Она учит составлять слова из букв. Ребенку надо напечатать слово. При этом нужная буква подсвечивается красным. В категории «Математика» есть игра на сложение чисел, на восполнение числового ряда и на подсчет мишек. Субтитры создавал DimaTorzok Это пока все игры в наборе. Мы будем их дополнять. Скачать игры вы можете на сайте Линка Су, а задать вопросы на фидбэк собака Линка. Су, привет! Это видеоурок по использованию программы Линка «Напиши». Задача этого урока — рассказать о принципе работы с программой. Программа очень простая, и вам главное — освоить ее принцип. Сперва давайте разберемся, как установить Линку на ваш компьютер, планшет или телефон. Это очень просто сделать. Вам достаточно перейти на сайт type.linka.su и нажать на кружочек с плюсиком с адресной строке. После этого установка произойдет автоматически. Интерфейс программы делится на три основных блока. Это блок ввода текста, блок быстрых фраз и блок хранилища фраз. Мы подробно рассмотрим каждый из блоков. Блок ввода текста — это сердце программы. В нем вы пишете фразы, которые хотите сказать. Для того, чтобы курсор попал в поле ввода, вам надо нажать букву «I». При вводе текста у вас будут появляться подсказки. Вы можете их выбрать, зажав сочетание клавиш Ctrl и цифру с нужным вариантом. Если же вы не можете зажать сразу две кнопки, включите залипание клавиш в настройках на вкладке «Адаптация интерфейса». Так вы сможете сначала нажать Ctrl, кружки станут другого цвета, и уже после этого выбрать цифру. После ввода текста вам нужно нажать кнопку Enter. Программа произнесет то, что вы написали. Сегодня будет дождь. Также в настройках вы можете выбрать функцию чтения каждого слова при наборе. Так ваша речь будет более живой. Мы начинаем. Готов. Ответить. На. На вопрос. Еще у поля ввода есть режим «Показать». Этот режим показывает крупно то, что вы пишете на экране. Это нужно для тех случаев, когда ваш синтезатор плохо слышит. Например, в шумных помещениях. Нажмите Ctrl и букву B для перехода в этот режим или же глазик на панели. Для того, чтобы произнести написанное в этом режиме, нажмите Ctrl-Inter. Позвони мне. Перейдем к следующему блоку. Это блок быстрых фраз. Он нужен для быстрых реакций на окружающий мир. Очень просто. Жмете кнопку, слышите слово. Привет. Как дела? Для того, чтобы выбрать этот блок с клавиатуры, вам надо зажать сочетание клавиш Ctrl-0. Вокруг блока появится рамка. И дальше вы можете выбирать фразы цифрами от 1 до 6 и зажимая Ctrl. Подождите, я пишу ответ. Следующий блок – это хранилище фраз. Пожалуй, мозг программы. В этом блоке хранятся готовые высказывания. Вы можете сами добавлять сюда высказывания, которые часто используете, или же загружать готовые категории на соответствующие вкладки в настройках. Я увлекаюсь программированием. Меня зовут Сергей. Для управления этим блоком с клавиатуры, вам нужно или зажать на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl с буквой, или же кликнуть по слову «Категория». Вокруг блока загорится голубая рамочка. Дальше категории и фразы вы сможете выбирать цифрами и буквами, которые указаны в кружочках. Добавить категорию или фразу можно кнопкой «плюс» внизу экрана. Приятного аппетита. Спасибо. Это были базовые функции этого блока. Теперь мы разберем дополнительные кнопки на панели инструментов. Первая кнопка – это переключатель режима вставки. После включения этого выключателя при выборе фраза она будет не произноситься вслух, а вставляться в поле ввода текста. Вряд ли это так. Включить этот переключатель с клавиатуры можно кнопкой «В». Вторая кнопка – это молния. Она выбирает случайную фразу в категории. Это можно использовать, когда вам не важно, какую именно фразу сказать, а важна лишь тема. Лучше без меня. Боюсь, что ты не прав. Например, так можно выбрать случайное согласие. С клавиатуры – это кнопка «Р». Лучше без меня. Следующая кнопка позволяет редактировать целиком категорию в одном поле ввода. Каждая новая строка – это новое высказывание. Эта функция поможет вам, если вы написали текст выступления в другом месте и хотите его вставить в программу. И последняя кнопка включает как раз режим выступления. В нем вы видите крупный список всех фраз в категории. Можете между ними переключаться и запускать выбранную. Повседневная практика показывает, что постоянное информационно-техническое обеспечение нашей деятельности. Очень удобно, и ничто не отвлечет вас от выступления. Это все функции программы, их очень много. Советуем вам осваивать программу постепенно и пересматривать это видео. Желаем удачи! Здравствуйте! Сейчас я расскажу, как установить и пользоваться программой Дискверти. Первым шагом зайдем на наш сайт и скачаем установщик. Перейдем в раздел «Проекты». Откроем страницу программы. Скачаем программу по ссылке Дискверти Виндовс. Запускаем установщик и игнорируем сообщение о безопасности. Нажимаем кнопки «Далее» и запускаем установку. Нажимаем «Готово» и ждем открытия программы. По умолчанию загрузилась стандартная русская раскладка. Выбираем в меню программы пункт «Запустить» и наводим на прямоугольник вывода. На нужной строке кликаем мышкой. Также выбираем букву в строке. Теперь я покажу, как создавать наборы. Открываем программу «Блокнот». Вот. Идем туда через точку «Запятую» и варианты. Обратите внимание на то, что я ставлю пробел после каждого варианта. Сохраняем, обязательно меняя кодировку «Пьюти» и «Ф8». Открываем набор через меню. Теперь давайте добавим картинок. Снова откроем блокнот. Картинку можно добавить из интернета. Найдем картинку машины. Скопируем ее в URL. Вставим в программу в таком формате. Знак процента. Кавычка. URL. Кавычка. Повторим то же самое с платьем. Сохраним. Загрузим снова наш набор. Я надеюсь, у вас все получится. В противном случае напишите нам. На сайте есть контакты связи. Бумажная клавиатура работает на Android и iOS системах. В нем можно настроить количество столбцов для более быстрого поиска нужных вам букв. Продолжение следует... Линка покажи работает только на системе Android, данная программа предполагает использование пиктограмм или картинок. В отличие от аналогичных программ, она русифицирована, а также оснащена программой озвучивания подписей и пиктограммом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вика любит жесты, Катя любит фрукты. 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 Вика любит жесты, Катя любит фрукты.